Википедия Идея создать Такое общее хранилище знаний На самом деле имеет достаточно Длинную историю И в шумерские времена Собирались В шумере собирались Глиняные таблички с клинописью И была создана Александрийская библиотека Где собирались Папирусные свитки Все знания человечества Идея собрать все знания человечества Достаточно не нова Но идея делать такую глобальную библиотеку Через какое-то время стало понятно Что это не очень удобно Потому что книг становилось все больше И людей, которые могли бы все эти книги прочитать Становилось все меньше А дальше стала вообще невыполнимая задача Плюс, собственно, все эти библиотеки Как показывает история И Александрийская библиотека сгорела Причем несколько раз И библиотека Пергама Тоже, собственно, не устояла Поэтому возникла вторая идея Собственно, вот из этих библиотек Чтобы кто-то все-таки вычитал все эти книги Самую суть из них Потому что много очень повторов Очень много воды Все-таки выжил это И сделал в более сокращенном виде И это возникло уже в римскую эпоху Плиний старший Собственно, написал многотомное издание Многотомную книгу Естественная история Это была такая первая энциклопедия Дальше появлялись много подобных сборников Но вот уже такая более-менее классическая энциклопедия Возникла во Франции Это энциклопедия Дидро и Даламбера По сути, она стала такой вехой Когда человечество перешло как раз в эпоху просвещения Я надеюсь, что рано или поздно И Википедия станет такой вехой Которая позволит человечеству начать развиваться Кроме, собственно, вот этой идеи энциклопедии Дальше стали появляться идеи Что энциклопедия Именно в бумажном виде Она не очень удобна Что информацию так получать быстро невозможно И стала появляться сами в этой идее Так называемое создание электронной энциклопедии Их высказывали много фантастов В том числе и Герберт Уэллс в 30-е годы И Ванивар Буш, думаю, многие вам известны Тоже у него были идеи создания электронной библиотеки В 45-м году Электронной энциклопедии Но реальную электронную энциклопедию Сделали только в 1993-м году Это Microsoft and Card По сути, была оцифрована Бумажная энциклопедия Кольер В то время добавлено большое количество Мультимедийного контента Но, тем не менее, появилась первая электронная энциклопедия Еще одна идея, которая лежит в основе Википедии Эта идея создания именно народной энциклопедии И тоже эта идея не нова Она была, пожалуй, впервые предложена Дугалсом Адамсом В его фантастическом романе Автостопом по галактике Где, собственно, люди путешествовали по всему миру По всей Вселенной И, собственно, там было две энциклопедии Такая скучная галактическая энциклопедия Которую писали ученые И такой достаточно веселый, интересный справочник Обо всем на свете Который назывался путеводитель по галактике Который писали все желающие Вот, собственно, вот эта идея тоже легла в основу Википедии И последняя идея, которая, собственно, была Явелся такой предтеча создания Википедии Это идея именно свободного программного обеспечения Ричард Столман, один из основных положников Свободного программного обеспечения В 1999 году написал статью о том Что, собственно, уже многого к тому времени достигли Появился GNU Linux Появилось большое количество программного обеспечения Которое развивается на условиях свободных лицензий То есть любой человек может брать этот код, использовать Все производные от этого кода Можно дальше на тех же условиях распространять И вроде как бы движение понятно Но такого для знаний в то время не существовало Была британская энциклопедия, которая стоила достаточно больших денег И весь текст был защищен копирайтом И, собственно, Столман сказал, что надо бы решать эту проблему И буквально на следующий год Начитавшихся от этих статей Столмана Возникла идея действительно сделать такую энциклопедию Это сделали американский бизнесмен Джимми Уэллс Который нанял философ Ларис Энгер И они решили создать свободную энциклопедию Но они как бы еще оставались в условиях предрассудков Как надо создавать энциклопедию Они решили, что, в принципе, раз эта энциклопедия Должны ее действительно писать самые лучшие Ученые, самые лучшие специалисты У них был достаточно неплохой бюджет на это дело Они стали искать во всех университетах специалистов По той или иной тематике Уговаривать их написать статью в новую энциклопедию Которую они назвали Нюпедия Соответственно, от греческого Ню Как будто новая энциклопедия Которая должна была распространяться Под лицензией GPL Это свободная лицензия В итоге каждый нанятый эксперт писал статью Потом ее вычитывал редактор Вычитывал юрист Вычитывали рецензенты независимые Потом отдавалось все верстальщику, корректору И появлялся уже на сайте Прошел год И в итоге они посмотрели, сколько статей За год было написано 12 статей И стало понятно, что никакой свободной энциклопедии Таким образом не получается То есть такими темпами Никогда это не сделают И тут возникла еще одна идея Когда Ларис Энгер стал думать, что же делать И он, собственно, пил пиво с одним программистом Который сказал, что есть еще одна технология Которая это технология Вики Эта технология Вики Она была придумана еще в 80-е годы Реально в 95-м году появился такой первый сайт Работающий на технологии Вики Это ее разработал американский исследователь Уорд Каннингем Идея была, собственно, в следующем Он был программистом И его, собственно, напрягало Что большое количество кода Каждый раз программисты пишут какие-то программы И там, по сути, одни и те же алгоритмы Там алгоритмы сортировки и тому подобное И многие там изобретают эти алгоритмы заново И они получаются хуже, чем уже давно Отработанные, придуманные алгоритмы И идея была собрать все вот эти алгоритмы И дальше только их улучшать совместно И, собственно, был создан специальный сайт И он работал на особой технологии Если в 90-е годы, если вы помните Это интернет, как он выглядел Как выглядели сайты Существовала некая редакция сайта Которая отправляла своему там веб-мастеру что-то И он выкладывал все это на сайт А все остальные тупо читали эти сайты Вот Каннингем сделал такую штуку Что любой посетитель сайта Смог редактировать страницы Но, понятное дело, что если мы любому человеку Даем возможность все это дело редактировать То есть высокая вероятность Что придет какой-то псих И все уничтожит То, что там огромное количество хороших людей собирало Поэтому была придумана вторая, собственно, идея Которая заключалась в том, что все версии Все редакции статей, они сохраняются Ну, по сути, тот же Как есть огромный И в итоге, собственно, вот этот сайт Как-то худо-бедно существовал Но, правда, никому особо был неизвестен И когда в 2001 году решили их соединить Вот эта технология Вики и энциклопедия Ньюпедия Их соединили, назвали Википедия И уже через год, когда стали подводить итоги В Ньюпедии было 23 статьи В Википедии 20 тысяч статей Вот, собственно, вот в этом году Мы отмечаем 15 лет создания Википедии Сейчас Википедия около 40 миллионов статей Ну, суммарно на всех языках Она выходит на 292 языках Самая большая, это английская В Википедии около 5 миллионов статей В русской, ну, вот, я думаю, недели через две У нас будет миллион 300 тысяч статей Вторая у нас по величине Это шведская Википедия Потому что между разделами Википедии Существуют такие негласные соревнования У кого, собственно, больше статей И один швед, соответственно, решил Который-то был программистом У вас, я так понимаю, будет хакатон Не делайте так Значит, он взял базу данных По насекомым И написал бота Который, собственно, генерил статьи В шведскую Википедию И они из этой базы создавались Такой текст, там шаблончик Какой-то текст сплошной И где-то около двух Ну, где-то полтора миллиона статей Он туда залил Плюс, когда кончились насекомые Он стал заливать туда грибы Ну, и в итоге, собственно, вся шведская Википедия Это энциклопедия о грибах и насекомых Мало того, собственно, третий язык Третья Википедия по количеству статей Это сибуанская Википедия У этого шведа жена была филиппинка И, соответственно, он еще автоматически сделал перевод Этой базы на один из языков Филиппинский, сибуанский И еще туда залил Там сейчас сибуанская Википедия Более двух миллионов статей В русской есть, конечно, ботозаливки Но их очень-очень мало Там города Германии О каких-то коммунах Италия, о реках России Ну, каждая вот эта заливка Там долго-долго обсуждается Там собирается несколько баз Чтобы делать вот такие заготовки В принципе, где-то не более тысячи статей в год В русскую Википедию загружается таким образом В основном все-таки пишется все руками Ну, соответственно, дальше Википедия у нас развивалась Сейчас она является Входит в топ-10 самых посещаемых сайтов в мире Ну, примерно седьмое место занимает Где-то 15% пользователей интернета Ежедневно посещают Википедию Казалось бы, вот, собственно Кому нужны эти энциклопедии Когда думали, да, это не может быть популярным Но вот оказалось, все-таки людям это нужно Постепенно, собственно, если говорить Так как времени мало Куда мы, собственно, движемся Если вы помните Опять же, как на заре интернета Валерий сайта, собственно Все оформление было у нас внутри Сам каждой страницы Потом появилась CSS Когда, собственно, все оформление было вынесено В отдельный сайт Сейчас мы делаем уже такой следующий шаг Когда у нас все данные мы вытаскиваем Из Википедии в отдельный проект Который называется Викиданные или Викидейта Чтобы, собственно, можно было, во-первых, Обнаруживать, когда у нас какие-то статьи Противоречат друг другу Чтобы можно было быть уверенным Что там самая актуальная информация И вот, собственно, что делается Пока мы это достаточно длинный поэтапный процесс Но если вы увидели статьи Википедии Там есть такие шаблоны сбоку статьи Которые как бы уже информация как-то спандартизирована Там, ну, если биографические статьи Фотография, там, годы жизни Там какие-нибудь награды и все такое прочее Сейчас уже идет процесс вытягивания Из этих блоков информации Викиданных И она уже дальше берется из этих Викиданных Сейчас там уже, я сейчас боюсь наврать Потому что это каждый день меняется Ну, огромное, несколько миллиардов разных записей И в целом, собственно, у нас рано или поздно Будет возможно сделать сложные запросы Википедии То есть собирать статьи, исходя, собственно, вот из этих данных И в целом все эти Викиданные Там есть открытые API Можно их использовать для создания других каких-то внешних сайтов Ну, на этом вроде все Спасибо за внимание Если есть вопросы, я готов ответить Спасибо за субтитры ... Спасибо за внимание Спасибо за внимание